С чем я крайне не согласен, а в остальном мне очень нравится и партия власти, и наш президент, и премьер-министр. Оба вменяемые люди, оба любители пива, и оба запретили рекламу пива. Поэтому мы вам не можем показывать, что нужно и можно пить. А согласитесь, когда на рынке представлены в неимоверном ассортименте всякие гадости, вы обязательно должны об этом подумать. Но мы не можем про это говорить, что же так-то. Зато мы можем вам показать, что нужно есть, когда вы захотели выпить. Вот так вот, я извернулся. Естественно, таких мест, где можно и покушать, и выпить то, что можно, не так уж и много. Кафе «Советский Союз». И вот сегодня мы с радостью представляем ресторанный комплекс «Некеров Риджес», который располагается здесь, на проспекте Ленина, 130. Сегодня мы попробуем несколько блюд, которые очень хорошо употреблять летом. Ну и пить. Опять же, то, что нельзя рекламировать. Представляете, у всех рестораторов появилось уникальное предложение. Получить телевизионную рекламу в виде самым привлекательным, да еще и в 4 раза дешевле. При одном условии. Забота о здоровье горожан, а не только о своем кармане. А это включает качественные и недорогие блюда, и то, что производится в единственном правильном заводе в Верхнеуральска. Хопа-на! Что в России летом кушают? Ну, желтенькое с пенкой и раки. Ну, раков найти в нашем регионе очень сложно. А что касается креветок. Вообще, очень тяжело с креветками, потому что поставщиков много. А часто получается так, что вы покупаете пакет креветок, ну, грубо говоря, там за 400 рублей, да? И в этом пакете креветок на 250 рублей вода. То есть не проще сходить в ресторан Некеров Риджес и купить спокойненько эти готовые креветки за 300 рублей. Вот такая большая порция. То есть еще раз надо подумать, прежде чем с нашими работниками торговли дела-то иметь. Отварные, отличные креветки, атлантические. Ну, и вообще, очень большие специалисты в этих вопросах. Конечно, самые лучшие в Таиланде мы кушали. Но креветочки в такой атмосфере перекусить, это самое милое дело. Все-таки не умеем отдыхать. Не умеем. Это лето показало, что Магнитогорск превратился из Магнитогорска в Тюленигорск. Ничего страшного, скоро Магнитогорск превратится в обыкновенный среднеазиатский город с такими темпами. То есть, ну, типа лучшие умы сваливают, а кто приезжает? Ну, приезжают мои друзья. Дитя и дети также различной национальности. И дело-то у них идет. Но вот только не везде так все классно и качественно. Ну, а что сложного, да? Из горболя собрать ресторан. Типа кафе. Накормить вас билибердой. Лаве слить в Республике Южную. Их же пойти в Некерово. Сюда, на проспект Ленина, 130. Где в идеальной атмосфере, не спеша, и по приемлемой цене. Кстати, вот такое блюдо стоит всего 300 рублей. Вы можете налупиться. Креветок. Ну, чтобы было понятно, да? Посещение даже нашего любимого Макдоннинса, это не самое дешевое удовольствие. Семьей там посидеть, это минимум 600 рублей. Спокойно водки треснуть с гамбургером, это подешевле, конечно. Ну, надо же иногда не только в машине съесть, а так вот прийти, покушать с хлебушком. Еще с чем-то. А потом, о вас даже позаботитесь. Есть тарелочка с лимончиком, и ручка сполоснета. Ну, этот процесс, который вы сейчас видите, закончится для меня другим напитком, о котором вы узнаете чуть позже, при самом большом желании. Просто включив интернет, зайдя на мою страничку, на мой любимый YouTube, вбив козырную фразу Челейкин, ресторан Некеров, а в ближайшем будущем просто ресторан Некеров, и там будут ссылочки на то, что мы сейчас будем ашать здесь. Захотелось? Ну, поехали. К слову, о качестве креветок. Я люблю креветки с икрой. И вот они сейчас, сегодня такие здесь. А еще я люблю. Это мое личное мнение. Кто-то может с собой не согласиться. Поэтому считать этот сюжет рекламой мне справедливо. Вот нравится мне верхнеуральское пиво. А в связи с тем, что у меня достаточно подозреванная печень, да и желудочек тоже уже никакой, эксперименты со своим здоровьем мне не нужны, я выбираю то, в чем нету искусственных красителей, добавок, консервантов, спирта нету. То, что готовится по традиционному пивному рецепту. Объясню, что это такое. То есть, первоначально, вот это пиво, это чешское пиво, и это, прежде всего, вода, естественно. Здесь воды, ну, 96%. Все остальное, это такой небольшой коктейльчик из солода, чешского лечменя, вот, хмеля, дрожжей. И как все это делается? То есть, первые 12 штук это пиво варится. Потом добавляется специальная составляющая, благодаря чему чешское пиво становится очень-очень похожим на замечательные европейские сорта, только замечательные европейские сорта, которых, по сути, это не очень много. Но с учетом того, что замечательные европейские сорта довести до города Магнитогорска абсолютно нереально, потому что это пиво может быть открытым только 7 дней, и даже в бочке оно может храниться не более, там, двух недель, при этом бочка должна быть хранима при температуре не выше 7 градусов. Вот я, допустим, у себя, когда беру пиво на заводе Блондер Бир, я его выставляю перед тем, как открыть, на хранение в холодильнике. И уже потом, как только меня просит, я его открываю. Здесь некерви то же самое. То есть, вот это называется подход, да? То есть, два заведения, два абсолютно качественных подхода к тому, чтобы вас не травить ничем. И вы просто попробуйте блондеровское пиво, ну и что-нибудь другое. Сами попробуйте, сами поймете. Ну так вот, а после 12-часовой варки как пиво набирает алкоголь. Я вам объясню. Оно выстаивается. Так вот, выстаивает цену на протяжении трех недель, ну, в месяц с процессом варки. То есть, раньше и не получится получить качественное пиво. А попробовать его можно сегодня, сейчас, приехав сюда, на проспект Ленина 130. Это бизнес-центр форум. Исключительно хорошее и уютное местечко. заказать фирменный блондер-бир и понять, что где-то что-то мимо вас пролетело. На протяжении того момента когда был разрушен старый Верхнеуральский пивонный завод и построен новый. Так что, это вот мое мнение. Вы же решайте сами. А я продолжу поглощение исключительных креветок под аккомпанемент чашек-кропива от завода блондер-бир. И как работник телевидения с самым большим совокупным стажем доложу. Вы живете в атмосфере эфирной дезинформации и единственный канал вызывающий гордость и уважение это звезда. Остальное даже без комментариев. Интернет и особенно российские тоже кака. Но интернет позволяет узнать больше и посмотреть еще раз и поделиться с другом и семьей. Да потому что это не эфир. Поэтому если кто-то не успел узнать свежак и про ресторан некеров то в интернет.